Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белых. Кремлёвский цукцванг. Вердикт по делу Надежды Савченко не вынесли. Вынесет ли она сухую голодовку? Кому быть, того не миновать. Как в кулуарах решают судьбу коалиции и обсуждают кандидатуру главы Катмина? Собрали на срок. Как активисты движения против Ассоциации Украины ЕС бюджеты пилили? Крушение Ан-26 в Бангладеш. Последняя информация об украинском экипаже транспортного самолёта. Приговор Надежды Савченко огласят только 21 марта. Сегодня в Донецком гурсуде Ростовской области состоялось последнее заседание по делу украинской лётчицы. Все подробности расскажет наш российский САПКОР Данил Русаков. Суду удаляется для вынесения судебного решения на 21 марта в 11.00. 22 марта в 11.00. Последнее слово Надежды, которое её родные накануне опубликовали в интернете, сегодня в суде повторил переводчик. Он зачитал его с листа. Судьи молчали. И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать. И Россия меня всё равно вернёт в Украину, живой или мёртвой. За её судьбу будут бороться друзья и родные, сказала украинская лётчица, а также добавила, всех не пересажаете. Это не мои адвокаты попросили меня голодовать. И они сделали всё возможное, чтобы меня защитить. Моя команда адвокатов просто чудовая. В России наиболее. Фейдин, Полозов, Новиков. Это, по-перше, специалисты, по-друге, справедливые люди, которые борются в России с тем, что тут происходит. Поддержать депутаты Верховной Рады, а также представителя ПАСЭ прибыли многочисленные иностранные делегации. Гражданские активисты из Краснодарского края даже одиночный пикет у здания суда устроили. Долго продержаться, правда, не удалось. Полицейские почти мгновенно прогнали манифестантов. Если российская власть внятно скажет надежде, что в ближайшее время решение по ней будет принято, и она будет возвращена на родину, то у нас очень большие, высокие шансы на то, что она эту голодовку прекратит. В противном случае, до вынесения приговора почти две недели, на сухой голодовке столько человек продержаться не сможет. Мама Надежды также приехала в Ростовский Донецк. Пожилой женщине подарили желтые и синие цветы. Мария Савченко сегодня планировала тоже выступить. Однако местная фемида слушать ее не стала. После заседания, а оно длилось всего около 20 минут, украинскую пленницу на автозаке прямиком доставили в одиночную камеру Новочеркасского СИЗО. Донецкий горсуд, который наделал сегодня много шума, уходит почти на 12 дней в глухое молчание. В ожидании украинских врачей Надежда Савченко продолжает голодать. Для огромного количества неравнодушных людей 21 число это своеобразный час икс. Они все-таки рассчитывают увидеть здесь летчицу здоровой и живой. Из Ростовской области России Данил Русаков и Олег Неведомский, Московское бюро, телеканалы Интер. Не удалось попасть на заседание суда коллегам Надежды Савченко по фракции. Троим украинским нардепам, Алену Шкрум, Ивана Крулько, Алексея Рябчина задержали в аэропорту Москвы представителей российских спецслужб. Об этом парламентарии рассказали в соцсетях. У них отобрали документы и 40 минут в специальной комнате беседовали на общие темы до тех пор, пока самолет на Ростов не улетел. Только тогда нардепов отпустили. В Ростов они все же вылетели следующим рейсом. И уже после заседания адвокат летчицы Николай Полозов написал в Твиттере. К Надежде Савченко никого не пустят до оглашения приговора. По словам Полозова, сегодня суд отказался выдать разрешение на свидание сестре и матери Савченко, а также украинским консулам и врачам. Напомню, из Киева медики выехали накануне днем, но до сегодняшнего утра их продержали на границе. А когда пустили на территорию России, оказалось, что разрешение на доступ к пациентке так и не выдано. В украинском МИДе перенос даты приговора и отказ в праве посещать Савченко назвали очередным противоправным решением и расценивают как сознательную и циничную расправу над Надеждой Савченко. В столице продолжаются акции в поддержку украинской летчицы. Кто сегодня вышел на улицы с требованием отпустить Надежду на свободу, расскажет Ольга Теребинская. Портреты Надежды Савченко и украинские флаги. Сотни активистов окружили сегодня посольство России в Киеве. Их требование – отпустить украинскую летчицу на свободу. Быть пассивным – это не хорошее, что можно делать в данной ситуации. Мы требуем, чтобы ее извилили, как человека, который не совершил никакого злочину. Мы требуем возвращения похищенной Надежды Савченко на родину без всяких предварительных условий, потому что она абсолютно не виновата. Она сражалась за свою страну. Поддержать Надежду Савченко пришла и донецкая активистка Ирина Довгань, которую два года назад пытали и держали в плену представители так называемой ДНР за ее проукраинскую позицию. Я хочу, чтобы украинцы были свободны, как и моя страна Украина. И чтобы Надя была здесь, на своей территории, в своей стране. Я очень горжусь ею и горжусь с Украиной тем, что у нас такие люди есть, как Надя. Посольству пришли и коллеги Савченко по фракции. Надюша сегодня шестый день. Голодует на суху. Мы держим связок с адвокатом Наде. Она очень плохо себя чувствует. Но она очень стойко себя поводила на суде. Она выголосила свое последнее слово. Это, по сути, манифест защиты Украины, а не ее лично. На стенах здания еще видны следы от йода, зеленки и яиц. Это результат воскресной акции. Сегодня в сторону посольства полетело несколько мелких камней. Вокруг дежурят нацгвардейцы и полиция. Людей тут близко 500. Патрульной полиции задеяно 50 человек. Погаше наразе можем осадить, что митинг проходит относительно спокойно. Мы тут уже видели разные подии под этим посольством. Так что погаше можем осадить камень. Не достаточно серьезно лететь. Но, безумовно, все будет задокументовано. Акции возле российского посольства в Киеве не прекращаются уже четвертый день. Активисты утверждают, будут собираться здесь до тех пор, пока Надежда не вернется на родину. Ольга Теребинская, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Акции в поддержку Надежды Савченко, которые уже несколько дней проходят по всей Украине, сегодня перестали быть мирными. Со стороны активистов в ход пошли фаеры, а полицейские применили слезоточивый газ. Как митингуют в регионах, расскажут наши корреспонденты. Львовский митинг в поддержку Савченко перерос в массовые беспорядки. После мирного пикета у памятника Шевченко несколько десятков молодых людей в Балаклавах пошли к российскому консульству. Сначала бросали за ворота бумажные самолетики. Но страсти все накалялись. Из-за забора полетели яйца, кто-то даже метнул дымовую шашку. А нардеп Владимир Поросюк, он был среди митингующих, и вовсе сорвал российский флаг. Сначала сам топтал его, а после отдал на растязание толпе. Одесситы также устроили митинг у стен российского консульства. Все начиналось с барабанного боя. Потом в здание представительства полетели яйца. Стены залили красной краской. Полицию это, видимо, разозлило не на шутку. Против активистов, которые пытались пробраться к консульству как можно ближе, они применили слезоточивый газ. Говорят, это нарушение общественного порядка. Харьковские правоохранители оказались предусмотрительней. Они с самого утра перекрыли улицы вокруг российского консульства, а само здание охватили плотным кольцом в несколько рядов. Митингующие подписали петицию с требованием немедленно отпустить Надежду Савченко и передали ее дежурному дипломату. Мы хотим влечить вам быстрое заявление президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича от людей Харьковщины, от людей Украины, которые пропонуют ему звольника нашего национального героя Надею Савченко. Самыми мирными оказались днепропетровцы. Российского консульства в городе нет, поэтому люди просто собрались на центральной площади, чтобы выразить поддержку Савченко. Мы хотим донести до нее нашу поддержку, поддержку всей Украины. Мы хотим, чтобы она осталась живой, потому что она для нас символом любви к Украине, символом жертвовности, символом незлавности. В некоторых городах акции объявили бессрочными, обещают собираться чуть ли не каждый день. Активисты надеются таким образом не только поддержать Надежду Савченко, но и заставить украинскую власть активнее бороться за ее освобождение. Лидия Калинина, Наталья Грищенко, Андрей Анастасов, Галина Якушко. Подробности в телеканале Интер. Народный депутат Владимир Поросек известен своим агрессивным поведением. От него доставалось и судьям, и прокурорам, и коллегам-депутатам. За последние несколько месяцев в ГПУ открыто уже 4 уголовных производства, но благодаря депутатской неприкосновенности он проходит там как свидетель. Будет ли пятое? Мы написали запрос в аппарат Верховной Рады с просьбой разъяснить, какую ответственность может понести украинский нардеп за вторжение на территорию генконсульства другого государства. Ответа пока не получили. Сестра Надежды Савченко Вера призывает украинских активистов воздержаться от радикальных действий и не громить ДИП учреждения Российской Федерации на территории Украины. Сегодня в Фейсбуке она написала, ровно через сутки наши консулы в России получат симметричный ответ. К тому же подобные акции отвлекают внимание от главного – судьбы Надежды и других заложников. Весь мир поддерживает Надежду Савченко. Активисты собираются на пикеты в основном у стен российских посольств. Так в Берлине на время акции Пятачоку диппредставительства назвали площадью Надежды Савченко и установили там соответствующий знак. В Риге освободить украинку требовали около полутора сотен неравнодушных. Такие же лозунги звучали и в центре Тбилиси. В эти минуты митинг продолжается в Тель-Авиве. Там собрались несколько сотен человек и требование у всех одно – освободить Надежду Савченко. Немедленно освободить Надежду Савченко призывает Россию и Германия. Официальную позицию Берлина сегодня озвучил пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Зайдберт. По его словам, суд над украинской летчицей противоречит минским договоренностям. В Берлине считают, что Савченко необходимо освободить из гуманистических соображений. Фарсом суд Надсавченко назвал президент Украины Петр Порошенко сегодня в Турции с двухдневным официальным визитом. Там глава государства запланировал встречи с руководством этой страны и представителями украинской и крымско-татарской диаспор. Обо всем подробнее расскажет Ярослав Кречко. Здесь, в Анкаре, у президента Украины очень насыщенный график. Первая встреча сразу в аэропорту с представителями украинской и крымско-татарской общин. Многие из этих людей живут в Турции уже не первый год. И говорят, после аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе граждане Украины здесь ощущают очень серьезную поддержку турков. После Майдана начали более позитивно относиться к нам, более как к какому-то свободолюбивому народу. Поэтому, как бы сказать, что я украинец, а я украинка, то я так с гордостью мы говорим. Крымские татары Турции и Турция в целом поддерживают украинскую сторону. Мы за единство украинского государства. Мы помним, как Порошенко однажды сказал, что он крымский татарин. Мы этого не забудем и ждем приезда президента. Первым делом Петр Порошенко благодарит крымских татар за их позицию и говорит о защите их прав на оккупированном полуострове и о координации действий Украины и Турции в вопросе возвращения украинского суверенитета в Крым. Категорично неприятным есть брутальное порушение прав человека, которое сейчас происходит в Крыму во время российской оккупации. И я, как президент Украины, буду обратиться во время встречи в парламенте Турции относительно погоджения действий и кроков, относительно вывозащения крымского татарского народа в 44-м году как геноцид крымского татарского народа. Во время короткой встречи говорит и о Надежде Савченко. Порошенко назвал фарсом суд в российском Донецке. Отбывается тест не только представителей крымского татарского народа, но и в Донецке, в Донецке, в российском, отбывается фарс в виде незаконного судилища над украинским воином, офицером Збройных сил Украины Надеей Савченко, где, брутально порушивая все международные права, без никаких обвинений, уже почти два года держат украинского героя за грани. После встречи с диаспорой в графике президента турецкий Меджлиз с председателем Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом обсудили парламентское сотрудничество с премьер-министром Ахметом Даватаглу, экономическое. И, конечно, главная встреча здесь, в Анкаре, с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. Украинские и турецкие лидеры провели переговоры тета-тета, также возглавили пятое заседание Стратегического совета высокого уровня. Круг вопросов очень широкий. Это и перспектива уже в нынешнем году закончить переговоры о создании зоны свободной торговли между государствами, вопросы обороны и коллективной безопасности, в том числе в Черноморском регионе. Подписано несколько двусторонних документов, но самое важное – это декларация об углублении стратегического партнерства Украины и Турции. Речь идет как о политическом сотрудничестве, так и общих проектах в оборонной промышленности, авиастроении и космической отрасли. Завтра у президента тоже насыщенный график. В Стамбуле запланированы встречи с представителями ведущих деловых кругов, а также патриархом Варфоломеем Первым. Из Турции Ярослав Кречко, Вадим Сверидонов. Подробности – телеканал Интер. Считанные дни остались до заседания Верховной Рады, а пока депутаты по-прежнему кулуарно договариваются о создании новой коалиции и о судьбе правительства. Обсуждают как минимум четыре кандидатуры на пост премьера. Кого предлагают и сдвинулась ли ситуация с мертвой точки, узнавала Ольга Рыцарь. Третью неделю депутаты ведут переговоры. Быть или не быть коалицией и кто возглавит новое правительство. Несколько дней назад появилась информация о том, что кресло премьера якобы предложили бывшему вице-премьеру и экс-министру финансов Польши Лешику Бальцаровичу. Он известен как идейный вдохновитель польских экономических реформ, сторонник так называемой шоковой терапии и затягивания поясов. Но накануне реформатор в эфире польского телеканала заявил, премьером Украины быть не хочет, однако готов стать стратегическим советником при правительстве. Информация о том, было предложение или нет, держит в строгой секретности. Премьером такого большого государства должен быть представитель этого государства. Я лично знаю пару человек, которые очень хороши. Я считаю, что это должен быть кто-то, кто имеет украинское окружение, кто говорит по-украински, с кем себя отождествляют люди. И такие кандидаты в Украине есть. Но если окажется, что можно выступить в другой роли и влиять на процесс реформ в Украине, то я готов это рассмотреть, при условии, что будут шансы успеха. Еще за последние несколько дней обсуждали как минимум три кандидатуры на должность премьера. Называли спикера Гройсмана и главу СНБУ Турчинова. Но больше всех прочат этот пост главе Минфина Натальи Ереско. Только вот необходимых голосов в парламенте никто из них не наберет, утверждают многие. Депутаты по-прежнему договариваются и по-прежнему безрезультатно. Перед тем, как говорить, чьи мы будем входить, чи не входить в коалицию с радикальной партією, то треба сначала визначитися, чьи она действительно собирается выходить. И звони Наталья Гройсмана не резко официально, чи принаймні на уровне политическом, не оголошилась. Единственная заявка экс-послава в Украине Пфайфера, который сказал, что Украина, как на его думку, получает уже по точному и по точному тижню нового премьер-министра. Незразумево, на чем образуется такая заявка, потому что у нас даже заседание Верховной Рады не передбачено. О создании новой коалиции до последнего договариваются блок Петра Порошенко, Народный фронт и Радикальная партия. А вот сам премьер, похоже, за кресло собирается держаться до последнего и предлагает свой вариант. Отновить деятельность коалиции, доформовать склад Кабинета Министров Украины и двигаться дальше шляхом реформ, так как альтернативы этому не существуют. И надеюсь, что участники парламентской коалиции, в первую очередь, это Радикальная партия и самопомощь, принимают решение о восстановлении деятельности парламентской коалиции. Также премьер назвал два других пути выхода из кризиса. Формирование новой коалиции с перенесением всей ответственности на фракцию БПП или досрочные выборы. И добавил, последний вариант для него неприемлем. Тем временем самопомощь и Батюшина от переговорного процесса устранились. Их категорически не устраивает действующее правительство во главе с премьером Яценюком. Эти переговоры не пришли к консенсусу, нет решения о восстановлении коалиции. Поэтому, наверное, и мови про уряд также не должны быть. Какие-то такие переговоры, они, ну, не понимая, закрыты от народа, от общества. Я думаю, если не народится новая коалиция и уряд новой, то должны быть выборы. Было бы добре общаться с представителями коалиции не через средства массовой информации, я считаю, что было бы абсолютно доценно, как бы все фракции, которые входили в коалицию, собрались спорно с премьер-министром, с урядом. Сначала коалиция, потом правительство. Так считают и в оппозиции. В интервью изданию «Сегодня» народный депутат Сергей Левочкин говорит, десятки кандидатур могут справиться не хуже, чем Яценюк, а даже лучше. Я считаю, что нынешнее правительство полностью провалилось, и чем раньше оно уйдет, тем лучше. Но в соответствии с Конституцией, кабинет – это производная от коалиции. Если коалиция несостоятельна, недееспособна и не насчитывает 226 голосов, даже на принципиальное решение отставки кабинета министров, тогда должно произойти следующее конституционное действие – перевыборы Рады, новая коалиция и новое правительство. Иначе это бег по кругу и продолжение коллективной безответственности. А еще говорит, участвовать в коалиции в этом составе парламента оппозиция не станет. Хотят видеть, каким будет большинство и следующее правительство. Кто возьмет на себя ответственность за то, что происходит в стране, и только после этого примут решение о голосовании. Ольга Рыцар, Павлина Василенко, Алла Матюшок, Алексей Сматов. Подробности – телеканал «Интер». И вот что думают об украинской премьере Аде политологи. Зрозуміло, что будь-який новый премьер, будь-яка новая кандидатура – это большие проблемы и с форматом коалиции. Если действительно не удастся договориться, тогда начинается вздвиг часу, с которого президент может начать процедуру распуска парламента. Ни кандидатура Гройсмана, ни кандидатура Яреського не набирают достаточно количества голосов. Я думаю, что все-таки нас ожидает очень древняя премьера Рада. К новости о том, что Яреська – возможный претендент номер один на пост премьера, надо относиться очень осторожно. Пока это скорее напоминает зондаж прощупывания общественного мнения. Это объявить мертвого живым, я имею в виду коалицию, и, собственно, заявить о том, что политическая конструкция украинской власти, она сохранена. Однако, ну, собственно, это откладывание неизбежно. Лимит времени, даже для такого варианта до Горняка, о котором говорил тот же Игорь Попов, ну, это до осени. Трое украинцев погибли в авиакатастрофе у берегов Бангладеш. Еще один наш соотечественник в критическом состоянии был доставлен в больницу. Все они члены экипажа транспортного самолета Ан-26, который вскоре после взлета потерял высоту и упал в море в пяти километрах от города Коксбазар. Самолет принадлежал украинской компании Air Urga и был арендован местным частным перевозчиком True Aviation. Обстоятельства и причины этой катастрофы сейчас изучает посольство Украины в Индии. Украина наразе пребывает в местной лекарне, в тяжелом состоянии. В ближайшее время в взаимодействии с авиакомпанией, которая належит к этому лету, будет решаться организационные вопросы о репатриации загибших членов экипажа летака в Украине. Украинский вопрос в Нидерландах актуален как никогда. Там набирает обороты скандал с движением против подписания договора об ассоциации Украины ЕС. Активисты организации умудрились агитировать как против соглашения, так и за него. И путем нехитрых махинаций собрали денег в три раза больше, чем разрешает закон. Грозит ли манипулятором наказание, узнавала София Гордиенко. Хэнпил с нидерландского можно перевести как неровня. Так называется движение против ассоциации ЕС Украина. Его лидер, журналист, постоянно выступает в телевизионных ток-шоу, агитирует на всеобщем референдуме 6 апреля, голосовать против ратификации нидерландами соглашения. Главные мотивы на листовке, которую на днях получил каждый голландец. Украина, страна олигархов и коррупции, по улицам которой разгуливают фашисты. На Востоке вообще война, а ассоциация первый шаг к вступлению в Евросоюз. Вопрос, зачем ЕС такие члены? Лозунги популистские, но они работают. Кстати, листовки печатаются на государственные деньги. И каждый желающий может подать заявку под субсидию. Частному лицу могут выделить не более 5000 евро, а юридическому до 50 тысяч евро. И вот здесь нидерландские журналисты обнаружили. Хэнпил мошенничает. Организация оформляла субсидии через частных лиц. В итоге получила более 150 тысяч евро. Я говорил с людьми, которые получили субсидии. Один из них сказал, что перевел свой платеж на другой счет. Но по правилам, если вы частное лицо, можете получить 5000 евро от правительства на проведение вашей кампании. И если частное лицо просит субсидию для себя, а потом переводит на счет кампании, это, вероятнее всего, незаконно. Думаю, что это дело для внутреннего правительственного расследования. Получалось, что обычные граждане, взяв у государства деньги, перечисляли их на счет Хэнпила. И что интересно, в заявках была указана агитация как против ассоциации, так и за. В Transparency International Niderlande такой трюк уже назвали подозрительным. Но в Хэнпил уверяют, все честно, люди сами вызвались помочь в оформлении заявок. Что касается средств на агитацию за подписание договора об ассоциации, то Хэнпил обещают выпустить и такие листовки. Мол, просто помогают всем, и тем, кто за, и тем, кто против или воздержался. Как именно помогают, будет разбезраться специальная комиссия. Если она подтвердит незаконность таких финансовых манипуляций, Хэнпил ожидает наказания. Но вот какое, пока не ясно. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Пункт пропуска Ужгород на украинско-словацкой границе заблокирован. В 10 утра движение остановили собственники нерастаможенных автомобилей, что стало причиной коллапса и чего требуют активисты от властей. Подробнее Марина Коваль. У Юрия машина с иностранной регистрацией. Через каждые 5 дней он обязан пересекать границу, чтобы продлить срок пребывания в Украине. Исключение – техническая неисправность автомобиля или болезнь водителя. Мужчина загнал машину на СТО 17 февраля. Забрал вчера. Техстанция выдала справку. Но на границе таможенники отказались ее принимать. Сказали, что могу пойти с ней в одно место. И говорят, почему ты не написал заяву тогда, когда сломался у тебя автомобиль. По-перше, этого не было. Это в требованиях, в митнице не было. Это буквально 3-4 дни тому. Я, чтобы знал, я, возможно, вообще зателефоновал. С такими проблемами столкнулся не только Юрий Темпель. В Закарпатте тысячи водителей покупают автомобили за границей. Там они дешевле. В знак протеста против незаконного нововведения на таможне они блокировали пункт пропуска Ужгород на границе со Словакией. Таможенники возмущения водителей не понимают. Мол, документы принимают, просто проверяют их теперь более тщательно. В качестве примера юристу показали справку, которую не приняли на таможне. Вот только объяснить, почему ее забраковали, он не смог. Пока водители и таможенники спорят, граница стоит. Собралось около сотни машин. Из пункта пропуска не выехать и не заехать. Мы путешествуем, оказались заложниками. Ехали в Ужгород и Стребешево. Скоро у нас Пасха, а здесь дешевле продукты. Велосипед для внука хотели купить. Мы пенсионеры, а у нас все дорого. Водители говорят, будут стоять до завтрашнего утра. На 10 запланирована встреча с губернатором, таможенниками и пограничниками. Участники акции хотят, чтобы срок пребывания в Украине нерастаможенных машин увеличили хотя бы до 30 дней. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. На Дебальцевском направлении в зоне Атоба и вики ночью в течение 4 часов обстреливали позиции наших военных из запрещенных орудий. Утром продолжили из минометов. Какую цель хотел поразить противник, расскажет наш военный корреспондент Ирина Баглай. Ложись, ложись, ложись. Сюда, сюда, в ямку, в ямку. Ну, мы огонь не открываем. А они встречают, да? Укрытием может стать даже такая свежая воронка от вражеской мины 82-го калибра. Два человека прошло. Ждите, потом опять два человека, понятно? Такие стометровки за день бойцам приходится десятки раз преодолевать. Оксана Петровна не отстает в физподготовке. Женская слабость, говорит, здесь неуместно. Там снайпер работает, дай Боже. Приходится бегать часто. ДШК, АГСы, минометы. Первые дни у нас было до 40 обстрелов в день. Его задание фиксировать, откуда бьет противник. Огнивые точки наемников с трех сторон. Основная тяжелая артиллерия собрана в оккупированных Дебальцево и Горловки. Не отвели ни танки, ни грады. Также стоят у них на позиции сзади. Массете прикрыты. Ничего не отведено. Ни грады, значит, будут работать танчики. Обеспечивают только Россию. Ночью боевики четыре часа стреляли по позициям военных. Из БМП били прицельно запрещенным калибром. Военные показывают результаты последних обстрелов. К счастью, никто не пострадал. Огонь в ответ открывают из пулеметов и автоматов по приближающимся диверсионным группам. А когда появляется минута тишины, садятся за шахматы. У них здесь позиция, они передвигаются. Тоже маневры они здесь устраивают иногда нам. Очень интересные. Заметили, что вот они пулемет ДШК переставляют иногда. С разных точек бьют с него. Сегодня на оккупированной территории работает миссия ОБСЕ. А значит, жди обстрелов. Армейцы уже знают. Боевики пытаются спровоцировать их на ответный огонь и устроить демонстрацию для международников. Из зоны АТО в Днепропетровскую областную больницу только за последние дни доставили 11 раненых бойцов. Один из самых тяжелых, 24-летний доброволец. Он подорвался на мини в Широкине. Чтобы вернуться к нормальной жизни, парню может потребоваться помощь. Материал Натальи Грещенко. Еще вчера в палату к капитону врачи никого не пускали. Боец был слишком тяжелым. Да и сами медики отказывались что-либо комментировать. Сегодня капитан улыбается. Охотно рассказывает о себе. Ему 24, родом из Харьковской области. В зону АТО попал не по повестке. Сам пошел в военкомат. И потребовал направить в армию. Дайте мне повестку, я хочу служить. Хотел разведать роту во Львов. Потом попал в институт связи в Полтаву. Потом приехала 36-я бригада. Я сразу пошел туда. Грузчик в мирной жизни в зоне АТО стал помощником гранатометчика. До дембеля оставалось 3 месяца, когда капитона перебрусили в Широкино. 5 марта наткнулся на мину, оставленную боевиками. О том, что произошло, говорить не хочет. Там просто люди. Ну, короче, не хочу. Просто переживаю за них. Несколько дней он был на краю смерти. Слишком большая кровопотеря. До 2 литров. Чуть не стало для бойца фатальной. Тяжелое взрывное ранение. То, которое не дает никакого шанса спасти. Но оторваны все сосуды. Удалось компенсировать. Удалось мобилизовать его состояние. Его спасли. Теперь, что называется, собирают по частям. Осколок попал в правый глаз. Парень почти не видит. Врачи надеются с помощью последовательных операций восстановить зрение. А вот с ногой серьезные проблемы. Видите, вот кости голени. Стопы, к сожалению, нет. Есть еще повреждения окружающих тканей за счет воздействия взрывной волны. Есть инфицирование пораженных тканей. Попоримся за то, чтобы сохранить по возможности то, что осталось. Сам капитон не сомневается, выкарабкается. Очень просит передать привет друзьям, которые остались в Широкине. Особенно двоим. Большое спасибо Грому и Дикому. За то, что они меня спасли. Впрочем, совсем скоро ему понадобится помощь не только фронтовых друзей. Капитону предстоит собрать деньги на протез ступни. Наталья Грищенко, Евгений Каденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровск. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Смертельное ДТП. Почему водитель Лексуса, протаранившего остановку с людьми, все еще на свободе? Крымское стояние. На оккупированном полуострове запретили украинские автономера. У госинспекции ажиотаж. Мест нет, где бессилен монарший статус британского принца Гарри и Кейт Миддлбург. Быстрее, сильнее, мельдоний. Новый рекорд Марии Шараповой после допинг-скандала. Водитель Лексуса, протаранивший в минувшее воскресенье автобусную остановку в Киеве, в результате чего погиб человек, все еще не задержан. В пресс-службе столичной полиции нам не ответили, почему до сих пор, спустя три дня после смертельного ДТП, водителю дорогого спорткара не вручили подозрения. Его имя также не разглашают. Известно лишь, что это 25-летний столичный предприниматель. В полиции утверждают, что он в Киеве и сотрудничает со следствием. Разбитый Лексус сейчас на штрафплощадке. Водителя доставили в медичный заклад для проведения экспертизы для установления алкогольного и наркотического спьянения. На этот момент известно, что в момент выполнения ДТП водитель перебывал за кермом, будучи тверезым. Сейчас в справе призначено ряд экспертиз, в частности, экспертиза технического стану автомобиля, а также судовая медичная экспертиза, которая поможет нам установить ступень отриманных телесных ушкоджений потерпелем. В следствии рассматривает несколько версий причин этой аварии. Главное, превышение скорости водителям Лексуса. Кстати, в полиции также не уточняют, с какой скоростью двигался автомобиль. Напомню, кроме мужчины, погибшего на месте, в результате этой аварии пострадали также девушка, которая находилась на остановке, и один из пассажиров Лексуса. Все они госпитализированы. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы. И новыми подробностями обрастает скандал с назначением на должность главы Винницкой полиции, любителя русского мира Антона Шевцова. Интересно, что пищу для размышлений подкинул сам Шевцов. О новых фактах из жизни скандального полицейского расскажет Егор Логинов. Две недели назад интернет взорвали фотографии, недвусмысленно намекающие на любовь Антона Шевцова к русскому миру. Эти снимки были на его страницах в соцсетях. Рядом с депутатом Госдумы России Валуевым, на фоне российских флагов, подписки на группы, пропагандирующие русский мир. Позже новоиспеченный глава Винницкой полиции на закрытой для журналистов встрече с ветеранами МВД все обвинения в свой адрес назвал провокацией. О своей карьере рассказал следующее. В 2015 году в июне месяце я вступил в добровольческий батальон Луганской. Мой близкий, старший наставник, товарищ, занял должность начальника главного управления МВС Луганской области. То есть, по словам севастопольца Шевцова, в батальон Луганск-1 он вступил не в 14-м, как указано на сайте МВД, а на год позже, когда Крым уже больше года был в оккупации. Близкий друг, фамилию которого Шевцов не назвал, генерал Анатолий Науменко. Его в начале 2014-го назначил главой Луганского МВД Арсен Аваков. Об этом нам рассказал луганский журналист Всеволод Филимоненко, который переехал в Киев после оккупации. Сверил, кто там был, Гуславский или Науменко, на тот момент увидел Науменко. Вы помните тогда события возле СБУ, когда эти сумасшедшие требовали назначить своего начальника милиции. И как компромисс они согласились на Науменко. Луганский журналист подозревает Науменко в контрабанде, сдаче Луганска террористам, сотрудничестве с ЛНР и расстреле мобильной группы под счастьем. Именно в ходе расследования этого резонансного дела генерал не прошел ротацию и просто исчез, говорит Филимоненко. Ну вот такая вот ситуация. Я ухожу. Я думаю, что прошло время ротации. Ну а с чем связана ваша ротация? С чем связана моя ротация? С ротацией связана моя ротация. Помощник Шевцова в Винницкой полиции Александр Селиверстов, бывший глава милиции Стаханова. После захвата города он стал замом Науменко в Луганском МВД. В свое время Селиверстов был совсем не против флага России на городской мэрии Стаханова, рассказывает Филимоненко. Висит российский флаг. Мы просто не стали эту ситуацию обострять с этим, скажем так, флагом. Тем более, учитывая, что он висит не один, но он там висит. Не согласны с назначением главы полиции и его зама и жители Винницы. Требуют, как минимум, отстранения обоих правоохранителей на время служебного расследования. На вновь возникшие к нему вопросы Антон Шевцов пообещал ответить общественности и журналистам на завтрашней пресс-конференции. А вопросы обещают быть острыми. Что же ответит, расскажем завтра. Егор Логинов, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. А вот нардеп Семен Семенченко на вопросы уже ответил, но задавали их не журналисты, а следователи генпрокуратуры. После этого он спешно отбыл в кривой рог. Напомню, Семенченко проходит свидетелем по делу о создании и деятельности так называемой ДНР. Перед началом допроса нардеп заявил, что повестки от ГПУ не получал, о допросе узнал из прессы. Я специально пожертвовал одним днем своим избирательным ради нашей Фемиды и приехал поинтересоваться. Я даю буквально два часа прокуратуре на все вопросы, я просто поеду назад. Это не единственное дело, в котором фигурирует Семенченко. В военной прокуратуре проверяют факты о подделке им документов при получении временного удостоверения офицера запаса. Пока что он проходит как свидетель. Семенченко назвался майором, хотя на самом деле был рядовым. Таков вывод служебного расследования прокуроров. Звездочек Семенченко в Нацгвардии лишили. А вот в деле телеканала ТВА похоже поставлена жирная точка. Суд разрешил аннулировать его лицензию. Вещания больше не будет. Но понесут ли наказание те, кто завел телеканал в этот тупик, разбиралась Елена Зорина. На сайте телеканала написано он на реконструкции последней новости и странички в соцсети датируются концом февраля. Мол, на ТВА отключили свет за долги, поэтому и вещания нет. Еще год назад канал накапливал долги по зарплате журналистам. Люди протестовали. А руководство обещало всю исправить и дать СМИ новую жизнь. Год прошел, но по телевизору так ничего и не пошло. А теперь вот нацсовет получил право аннулировать лицензию ТВА. Это решение админсуда Киева. За черные экраны, говорит бывший член нацсовета Григорий Шверк, телеканал получил уже несколько предупреждений. И то, что теперь останется без лицензии, абсолютно объяснимо. Мол, так бывает со всеми, кто не по правилам играет. Если канал не вещает, это значит, что вещания этого канала, людей, заинтересованных в вещании этого канала, нет. Возможно, там у кого-то когда-то есть какие-то мысли о том, что может быть я его продам, может быть найдутся какие-то желающие, которые там захотят воспользоваться брендом, там какими-то раскрученными интересом к каналу. ТВАй давно сопровождает череда скандалов. Почти три года назад телеканал заняли два десятка молодчиков. Журналисты с трудом пробирались на работу. За одну ночь поменялись и владельцы, и руководство. Инвестором назвал себя Александр Альтман, а гендиректором Артем Шевченко, нынешний пресс-секретарь МВД. Бывший владелец Константин Коголовский расценил это рейдерским захватом и начал судебную войну. А спустя год назвал и тех, кто был авторами, и тех, кто за это заплатил. Этот захват оплачивался средствами государственной компании «ЭнергоАтом». Дальше выяснились участники Калюев, Жваня, Севкович, Книжицкий. За историю с ТВА нардеп Книжицкий даже был назван врагом прессы, а представитель холдинга, подпись которой подделали, тогда же просила проверить его на финансовую чистоплотность. Мол, у Книжицкого есть счета за границей в Израиле и Швейцарии, куда ему перечислила 300 тысяч долларов одна из ее компаний. Однако сам нардеп свою причастность отрицал, а от счетов открещивался. У меня есть счет на Сейшельских островах на Антибах в Франции, в Италии, в Великобритании. Так что у меня их очень много. Большинство журналистов в знак протеста тогда ушли, а телеканал уже с новыми владельцами пытался наладить работу. Великая частина журналистов пошла публично и это подервало повагу и аудитории и каналу. Вопросы контроля над каналом от разных политических сил. И это фактически привело к решению которое мы имеем сегодня. Спустя полтора года Украинский суд признал, что документы, по которым телеканал сменил владельцев, были подделаны. Но до сих пор виновные не наказаны. Семь уголовных дел было нами открыто. Ни одного подозрения, ни одного следственного действия органами не было выполнено. Рейдеры сделали свое дело, сделали то, что хотели, развалили единственный независимый телеканал на тот момент. Уцелело ли оборудование, да и что оно без лицензии кадров? Вопрос. Юрист уверен, это жирная точка в истории когда-то популярного телеканала. Правоохранители могут поставить запятую, если начнут расследование. Но уже три года они предпочитают отмалчиваться. Елена Зорина, Игорь Сулий, подробности телеканал Интер. Лебединая песня Азарова. Апелляционный суд Киева еще 4 февраля разблокировал украинские пенсионные счета беглого экс-премьера. Но об этом стало известно только сегодня, передает издание главком. Адвокаты Азарова сослались на то, что беглый чиновник лишен единственного источника доходов. Напомню, Печерский суд заморозил пенсию в декабре прошлого года. Тогда стало известно, что Азаров получает пенсию с февраля 2008 года. Ее размер составляет 17252 гривни. Ажиотаж и очереди в Крыму. На этот раз жители оккупированного полуострова обязали заменить украинские автомобильные номера на российские. В какие сроки им придется уложиться и чем угрожают в случае невыполнения. Подробнее Юлия Крючкова из Крыма. Возле республиканского МРЭО в Симферополе уже несколько недель аншлаг. Автомобилисты еще с ночи выстраиваются в километровые очереди. Но с первого раза попасть на площадку ГИБДД удается не каждому. Автовладельцы жалуются. Очередь движется слишком медленно. Не знаю, поуспею ли я сегодня или нет, я не знаю. То есть вы даже талончик еще не взяли? У нас нет талончиков, это живая очередь, всего лишь живая очередь. Уже с 9 часов тут. Вот, и продвинулись сколько тут, я не знаю, может метров 400. До 6 работают, сказали. А, ну не успеем, завтра приедем занимать очередь. Такой ажиотаж связан с тем, что уже в следующем месяце за украинские номера здесь будут наказывать водителей и штрафовать, и прав лишать, и даже машину конфисковать могут. На территории Крыма около 800 тысяч машин с украинскими номерами. И если до 1 апреля, ну как говорят власти, хозяева этих машин не сменят номера, и ждет штраф, и вплоть до конфискации транспортного средства. То есть это будет считаться транспортное средство, которое заехало сюда с иностранными номерами. Крымские водители попытались в суде оспорить это решение российских властей и сохранить свои украинские номера. Но суд отклонил жалобу. Сейчас автомобилисты в панике. Заменить номера в срок им уже не успеть. Лично я решил по-другому сделать. Вывез на материковую Украину и на сегодняшний день она у меня там продается. Не знаю, правда, насколько удачно продастся, не продастся, но другого варианта у меня не было. Многие крымчане до последнего тянули со сменой номеров, поскольку после получения российских они больше не смогут въехать на материковую Украину. Поезда не ходят, самолеты не летают. Автомобиль оставался единственным средством передвижения. С 1 апреля и эти вояжи закончатся. В госпогранслужбе Украины уже предупредили. Российские автомобильные номера, выданные в Крыму, считают недействительными. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Симферополь. Израиль захлестнула волна терактов. Восемь нападений за сутки, много раненых, в том числе и иностранцы. Среди пострадавших украинских граждан нет. Какие экстраординарные меры принимает правительство для обеспечения безопасности, расскажет Сергей Ауслендер. События последних 24 часов переросли в какой-то разгул кровавого насилия. Утром в Иерусалиме был обстрелен пассажирский автобус. Пострадавших нет. Полиция, обложив город блокпостами, ищет автомобиль, из которого ввели огонь. Через час возле старого города машину заблокировал спецназ. В ожесточенной перестрелке оба террориста убиты. Тяжелые ранения получил случайный прохожий. Но самый кровавый день был накануне. Утром атака на блокпост в Иерусалиме. Нападавшая молодая арабка убита. Чуть позже в Петахтикве араб в магазине набросился на религиозного еврея и несколько раз ударил ножом. Пострадавший не растерялся, выхватил у террориста нож и убил его же оружием. В середине дня возле злополучных шхемских ворот террорист из автомата в упор расстрелял патруль пограничной полиции. Двое солдат тяжело ранены. В ходе погони нападавший убит. Но самый жуткий теракт произошел в Яффу. Это очень популярный у туристов район Тель-Авива. Молодой араб выхватил нож и начал резать всех подряд. Под удары попали двое израильских арабов, иностранцы и обычные прохожие. Молодой американский турист получил смертельное ранение и скончался в машине скорой помощи. Террорист начал бежать вдоль автомобильной пробки и попытался убить водителей. Террорист, террорист, закройте окна, у него нож. Ранив еще несколько человек, араб бросился в сторону центра города. Уличный музыкант постарался сбить его с ног гитарой, и тут подоспели полицейские. Стреляй, стреляй в него, он шевелится. Все, хватит, хватит, он готов. Вся эта кровавая вакханалия произошла аккурат в тот момент, когда в Израиль прибыл с визитом вице-президент США Джо Байден. Прибыл, разумеется, с миротворческой миссией, которая, как показали события двух последних дней, успехом, увы, не увенчалась. Более того, один из терактов произошел рядом с тем местом, где выступал высокий американский гость, и Байдена под усиленной охраной пришлось эвакуировать. В правительстве говорят, если не положить конец подстрекательству, можно утонуть в насилии. Армии отдан приказ закрывать палестинские газеты и радиостанции, ведущие явную антиизраильскую пропаганду. Начинается строительство стены безопасности там, где ее до сих пор не было. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности, телеканал Интер, Израиль. Куда, несмотря на статус, не пустили принца Вильяма и Кейт Миддлтон. И как президентство сказалось на Бараке Обаме. Об этом и не только в нашем обзоре. Полное солнечное затмение сегодня наблюдали жители южно-восточной части Азии. Длилось оно 4 минуты и 9 секунд. Благодаря ясной погоде уникальное явление было отлично видно. Следующее затмение ожидают через полтора года. Увидеть его снова посчастливится жителям Азии. Дубая и Абу-Даби ушли под воду. Из-за проливного дождя закрыты школы, со сбоями работают аэропорты. Порывы ветра ломают деревья и сносят крыши со зданий. Залиты автотрассы. Некоторые жители городов передвигаются по улицам на лодках. Элитный французский отель отказался принимать британскую королевскую чету. Принц Вильям, его супруга Кэт и брат Гарри должны приехать в страну 30 июня на церемонию, посвященную 100-летней годовщине битвы на Соме. Французский МИД запросил номера в отеле города Амьен, то получил отказ. Сотрудники объяснили, все комнаты забронированы. И отказывать другим клиентам даже ради монаршей семьи они не намерены. Оздоровительное президентство Барак Обама покрепчал за последние годы. Врачи американского лидера рассказали, их пациент в отличной форме. Нарастил мышечную массу, сбросил вес и снизил уровень холестерина. Все благодаря здоровому питанию, физической активности и отказу от курения. Алкоголь Обама принимает крайне редко и в умеренных количествах. Любвеобильный кенгуру зацеловал посетительницу парка дикой природы в Австралии. Американская студентка Николь приехала на экскурсию вместе с группой. Однако именно она приглянулась редкому сумчастому альбиносу. Животное бросилось к Николь. На подмогу к девушке пришли работники парка. Компьютер обыграл чемпиона мира ПАГО. Первый раунд поединка между Лиси и Долом и искусственным интеллектом прошел в Сеуле. Впереди еще четыре встречи. На кону один миллион долларов. Если выиграет кореец, он заберет приз себе. Если же компьютер, деньги пойдут на благотворительность. До сих пор компьютеру было сложно в совершенстве освоить игру из-за большого количества комбинаций ходов. Скандал ценой в миллионы. Какой новый рекорд может поставить экс-первая ракетка мира Мария Шарапова после признания в употреблении допинга. Разбиралась Светлана Чернецкая, наш британский садкор. Похоже, у Марии Шараповой на горизонте очередной рекорд. Она победит в категории человек, потерявший больше всего денег за всю историю спорта. Последние 11 лет российская теннисистка была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире. Причем зарабатывала она преимущественно не на корте, а на рекламных контрактах. Но из-за скандала с допингом известные фирмы Nike, Porsche и Tag Heuer решили прекратить сотрудничество с теннисисткой. Не исключено, что свои контракты с Шараповой пересмотрят и многие другие фирмы, такие как Avon, Tiffany и American Express. По самым скромным подсчетам Шарапова не получит 140 миллионов долларов доходов, а значит время легких денег для спортсменки уже в прошлом. Но и зарабатывать тем, что она умеет лучше всего игрой в теннис Шараповой тоже не удастся. Ей грозит четырехлетний запрет на участие в профессиональном теннисе. А это по сути конец карьеры. Большинство людей удивлены и шокированы заявлением Марии, но в то же время я думаю, многие восхищают за ее честностью и смелостью открыто признаться в содеянном. Свою вину Шарапова признает, употребляла запрещенный препарат, но в то же время настаивает, даже не подозревала, что нарушает правила Всемирного антидопингового агентства. Милдранат принимала последние лет 10 из-за частых болезней. Его рекомендуют при проблемах с сердцем. Также он повышает работоспособность и выносливость организма, поэтому препараты внесли в список запрещенных с 1 января 2016-го. Шараповой, как и всем остальным спортсменам, об этом сообщили еще в сентябре. Теннисистка говорит, опрометчиво не прочла письмо с обновленным перечнем. Но тогда остается открытым вопрос к ее команде, врачам, диетологам и тренерам. На таком уровне профессионализма воплошность верится с трудом. Каждый раз, когда мы принимаем какие-либо лекарства, мы проверяем список запрещенных препаратов дважды, трижды и даже четырежды, потому что иногда в нем могут оказаться даже капли от кашля или назальные спреи. За последний месяц милдранаты обнаружили в анализах многих российских спортсменов. Это вдогонку к масштабному допинговому скандалу в легкой атлетике, который разгорелся в конце прошлого года. Ну а в Кремле поспешили заявить о политизации неудачи российских спортсменов. Мол, на Москву пытаются давить накануне летней Олимпиады. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Наш сайт подробностей Юэй и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин